Девушки отдыхают 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 тему. Ну, давайте начнем с цвета. Итак, цвета. Какого цвета мех у животных альбиносов? Белого. Белого. Так прямо активно и уверенно нажимает на кнопку. Действительно белого цвета. Наша студия тоже красно-белых тонах. Выбирайте дальше, Эдар. Давайте праздники. Праздники. Что дарят друг другу влюбленные 14 февраля? Валентинки. А может быть цветы? Не, 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 Валентинки. Это с детства. А вы много валентинок с детства? Ой, какой взрослый. Да посмотри на него. Ну, в детстве приучили и всем девушкам в классе везде раздавал. Ксюша, мачо, мачо, просто мачо. Хорошо, выбирайте дальше, Эдар. Давайте рыцари. Рыцари. Кстати, вы точно уверены, что эта тема для вас по силам? Ну да. Давайте. Ну да. Какую форму имела рыцарское построение кабанья голова? Клин. Верно. Хорошо. Засчитаем этот ответ. Выбирайте тему. Ребята, ну-ка. Приступаем. Амирхан, догоняйте, догоняйте. Не расслабляемся. У нас энергичный проект. Так, я люблю сказки, давайте сказки. Сказки. Какую сказку больше всего любите? Царей Иванович. Хорошо. Давайте послушаем вопрос. Что просил по телефону Крокодил прислать ему, его жене и Татоше? Калоши. Верно. Верно. Итак, ребята, что с вами? Давайте, давайте. Они в шоке. Айтар, дайте возможность ребятам тоже. Как и мы. Да, мы тоже в шоке. Итак, внимание, вопрос. Праздники. Праздники. Какой ваш любимый праздник? Наверное, Наурыс. Наурыс ваш? Первый апрель. Первый апреля? День рождения. День рождения. День рождения. Грустный праздник. Какой? Сейчас. Вопрос. Какой цветок был символом главного революционного праздника Советского Союза? Тихо. Амирхан. Красный. Красный клеток. Какой цветок? Название цветка. Забыл. На букву Г. Глаз. Так. Красная гвоздика. Красная гвоздика. Да, правильно отвечает Азамата. Это действительно верно. Красная гвоздика. Правильно? Азамата засчитывает. Засчитываем Азамату, да. К сожалению, Амирхангус не мог ответить, но пытался, что это красные лютики, но нет, не лютики. Пожалуйста, Азамат, ваш ход. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Внимание. Вопрос. Дима Билан. Дима Билан. Верно, Амирхан. Наконец-таки все-таки он это сделал. Пожалуйста, ваш ход. Праздники. Праздники. А ваш любимый праздник все-таки день рождения, да? Да. Ни наурыз, ни Новый год, ни 1 апреля. Ну, хорошо. Из чего делают страшный праздник Хэллоуин светильник Джека? Первый был Амирхан. Тыква. Из тыквы, верно, да. Сказки, может быть. Сказки. Итак, вопрос. Какой титул присвоил кот-сапога к своему хозяину? Маркиза. Правильно. Маркиза, у нас сегодня потрясающие участники. Смотри, не дают возможности друг другу ответить. Ну, уже, слава богу, Азамат и Амирхангус проснулись. Пожалуйста, ваш ход. Айдан. Рыцари. Рыцари. Ну, какие темы выбирают? Какой титул предваряет имя человека, посвященного в рыцари? Сэр. Верно. Верно, молодец. И далее. Так, индейцы. Индейцы. Для чего североамериканские индейцы использовали вигвам? Для дома. Первый был Айдар, да? Айдар. Для дома. А по-другому? Для жилья. Для жилья. Ну, хорошо, засчитаем и Айдару, и Азамату, но Айдар у нас будут выбирать. Ну, давайте музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Музыка так музыка, не вопрос. Нюша. Так, так, так. Подождите. Так, так, так. Послушаем еще, послушаем еще. Стоп. Еще мы вас запутаем. Итак, Айдар. Нюша. Нюша. Верно, это действительно Нюша. Выбирайте тему следующую. Индейцы. Индейцы. Вопрос. Какую обувь носили американские индейцы? Макосины. Верно, Азамат. Правильно ответил. Это действительно макосины. Праздники. Праздники. Да будет праздник. Что вылетает из праздничной лопушки? Комфетти. Первый был Амерхан, и это действительно конфетти. И на этом тема праздников у нас закрыта. Остается следующая тема. У нас есть, да, еще вопросы? Один вопрос. Хотя есть, есть еще один вопрос у нас. Но пусть он будет в резерве. Итак, внимание. Выбирайте тему. Цвета. Цвета. В какой цвет окрашены телефонные будки и двухэтажные автобусы в Лондоне? Красный. Точно? В красный, да. Верно, в красный цвет. Да. Корпоративный цвет торгового дома «Энергия». Выбирайте. Цвета. Цвета. Какого цвета волосы были у Мальвины из золотого ключика? Голубого. Да. Правильно. Молодец. Выбирай. Так. Индейцы. Индейцы. Какую кличку получил от своих соблеменников Чингач Кук? Большой змей. Правильно. Молодец. Я даже об этом не знал. Ксюша, ты представляешь? Я знала. Знала? Да. А я не знал. Надо вспомнить. Фильм был такой, там, актер такой красивый. Ваш хоббан. Ну, что ж, давайте рыцари. Рыцари. Внимание, вопрос. Что предлагает свой возлюбленный рыцарь? Руку и сердце. Совершенно верно, Азамат. И мы засчитываем вам еще один балл и... Цвета. Цвета. В одежду. Какого цвета? Традиционно одеваются в день Святого Патрика в Великобритании. Зеленого. Совершенно верно. В день Святого Патрика и там есть некий, знаете, такой логотип Клевера. Клевер, да. И отсюда, собственно, и пошло, да. Это же от вампиров? Ну, не совсем, не совсем, потому что, наверное, ты путаешь фильм ужасов Гибрекон, который погибал от Клевера, который видел, которую долго искали участники этого фильма. На самом деле, это история праздника, и все одевались в зеленое, предлагались зеленые напитки различные, и Патрик считался символом всего самого хорошего и светлого. Я вообще просто путаю сагу «Сумерки», там, по-моему, что-то было тоже связано с собором Патрика, нет? Ничего себе, Ксения, смотришь такие фильмы, это... Да, это же фильм про любовь. Выбирайте телу. Цвета. Итак, вопрос. Какого цвета была кожа у Шрека? Первого. Замат? Зеленого. Зеленого, да, совершенно верно. И тема цвета у нас закрыта. Все, у нас вопросов нет, выбирайте тему. Сказки. Итак, какую рыбу? Поймал сказочный Емеля. Щуку. Да, именно щуку Айдар он поймал. А вы какую любите рыбу ловить? Золотую. Золотую? Отлично. Ну что ж, в нашем проекте не только ловят, но еще и зарабатывают. Пожалуйста. Рыцари. Рыцари. Как называлось рыцарское военное состязание в средневековой Европе? Турнир. Да? Да. Это действительно турнир, молодец. Амирхан правильно ответил, и выбирайте следующее. Музыка вокруг нас. Итак, звучит композиция. Угадываем. Итак, Айдар? Юлия Кагаулова или... Юлия Караулова. Караулова. Верно, молодец. Выбирай следующую тему. Молодец. Так, сказки. Сказки. Итак, вопрос. Кто внес решающий вклад в процесс вытаскивания репки? Мышка. Азамат. Мышка. Мышка. Верно, Азамат. Это действительно правильно. Выбирайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Итак, последний вопрос в этой теме. Айова. Айова, верно, да. Это Айова, которую вы спутали с предыдущим музыкальным вопросом. Итак, Айдар. Так, индейцы. Индейцы. В какой части света живут индейцы? Азамат. Азамат. Где? Северная Америка. А. Часть света? Америка. Америка, да. Верно. Ну что ж, время пришло считать, кто из вас и сколько заработал денег. Мы вернемся в эту студию, дорогие друзья, и узнаем, кто сегодня, возможно, выиграет наш главный приз. Это будет Айдар, Азамат или Амирхан. Ну что ж, все секреты оставим и расскажем о них попозже. Айдар, Азамат. Это «Энергия удачи» на Рика ТВ. И мы посчитали то, что заработали наши участники. И что же они заработали? Амирхан у нас заработал 3,5 тысячи тенге. Азамат тоже 3,5 тысячи тенге. А вот Айдар у нас зарабатывает 6,5 тысячи тенге. Ну что ж, у нас есть равное количество заработанных денежных призов, и мы меняем немножечко ситуацию. Сегодня Азамат и Амирхан мы предоставляем возможность вам выбрать тему, по которой мы зададим вопрос победителю Айдару. Он уже победитель, ну и вы, собственно, уже тоже являетесь победителями. Но сначала вопрос к Айдару. Вы готовы увеличить сумму 6,5 тысячи тенге до 10? Либо заберете эти деньги? Имейте в виду, если вы неверно отвечаете на вопрос, вся сумма сгорает из нашей студии, вы уходите. Шиш расскажет как. Ну, давайте рискнем. Рискнем? Да, давайте. Супер играет. Итак, Азамат и Амирхан, решайте, какую тему вы выбираете. Значит, у нас есть праздники остались темы и рыцари. Все, из двух тем только одну. Может. Можете сказки еще выбрать? Может, рыцари? Может, давайте рыцари. Рыцари? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тема рыцарей у нас есть? Есть. Итак, вопрос у вас будет ровно одна минута, если она вам понадобится. Если вы знаете, то, соответственно, вы ответите. Итак, ношение какого холодного оружия считалось в средние века отличительной чертой рыцаря? Меч. Ношение какого? Меча. Верно! Даже в имени нам не нужно было для того, чтобы вы ответили. Мы вас поздравляем от всей души, вы победитель сегодняшней программы. 10 января на календаре, и уже завтра, 11 января, вы сможете забрать свой подарок. Ну, а мы, дорогие друзья, с вами не прощаемся, так как далее у нас розыгрыш лотерейных билетов среди покупателей торгового дома «Энергия». Будьте вместе со светлым торговым домом «Энергия». Проспект Санкибай-Батыра, 72. До свидания. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это «Энергия. Удача» на Рика ТВ. И мы сегодня вновь подведем итоги лотерейных билетов по старой доброй традиции торгового дома «Энергия». И наш победитель вытянет одного счастливчика, а также мы огласим номер. Я думаю, за выходные, за Новый год уже собралось немало купонов. Надо показать телезрителям, сколько их собралось. Давайте покажем сначала. Вот, покажите нам, видите, сколько их много. И один мы сейчас вытянем. Точнее, это сделает Айдар. Итак, номер купона. Счастливый. 022-011. Ах, Ксения аж чуть голову не сломала. Еще раз покажем нашим телезрителям. Итак, это номер купона. У нас 022-011. Мы вас поздравляем. И завтра, в понедельник, 11 января, вы сможете забрать свой приз от торгового дома «Энергия» с 9 утра до 6 вечера. Ну, а мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. 17 января встретимся вновь в нашей красно-белой студии. Всех с наступающим старым Новым годом. И всего хорошего. Удачи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»